Девушки отдыхают Тысячу пятьсот килограммов! Затем, это сплошная стена или облицовка? Вас ожидает сюрприз. Как класть кирпичи, чтобы прослыть профессионалам? Я получаю урок, шлепая по глине. Вы так и оставите? Нет. Итак, о кирпичах в передаче «Демонтаж». Задание — изучить науку домашнего обустройства. Чтобы понять, что вы строите, приходится это порою разбирать. Демонтаж Привет, я Мэтт Блэшоу, и сегодня всё о кирпичах. Мы строим из кирпичей столетиями. Они прочны, огнестойки, просты в изготовлении. Они всего лишь густая смесь глины, воды и песка. Ей придают форму, сушат, делают прочнее при помощи огня. Фирма Carolina Ceramics производит 300 тысяч кирпичей в день. Этого хватит на 30 домов. Почему кирпич так хорош для строительства? Кирпич не требует текущего ремонта. Вы кладёте кирпич, и он буквально прослужит вечность. Фирма производит кирпичи уже 70 лет. Мы здесь с 1939 года. Здесь производится ежегодно около 80 миллионов кирпичей. Процесс начинается с двух видов глины, добываемой здесь. Красная сланцевая и белый каолин. Из этого карьера сырую глину привозят сюда. Здесь измельчающий цепь. Значит, глина поступает сюда, и её сначала измельчают до частиц необходимого размера. А какого размера глыбы привозят? Примерно размером с шар для боулинга, или даже побольше. Глину измельчают так, чтобы она могла проходить сквозь сито. Если проходит, мы знаем, что это нужный размер. Когда глина обретает нужную консистенцию, её смешивают, получая разные типы и цвета. У каждого вида кирпича свой рецепт. Вот где определяются все ингредиенты и смешиваются. Затем добавляют воду и кое-что ещё. Потом смесь разливается в большие прямоугольные блоки. Вот как она выходит. Одним большим блоком. Затем её экструдируют, получая глиняную колонну. Она ещё влажная, но достаточно твёрдая. Пока колонна не засохла, её режут на куски, как буханки. Это и называется молодой кирпич. А как быстро происходит её разрезание? Скорость прохождения колонны 20 метров в минуту. Разрезается в течение минуты после экструдирования. Молодой кирпич кажется готовым, но это не так. Вот молодой кирпич. Таким он выходит из резки. Он приобретёт свою прочность только испечённым. Как видите, из-за влаги молодые кирпичи весят больше, чем твёрдый окончательный продукт. Здесь с тяжёлым грузом работают машины. Это и быстрее, и выгоднее в работе. Люди не могут повредить кирпичи своими руками. Молодые кирпичи грузят на тележке. Они готовы к сушке и обжигу. В сушилке их медленно нагреют до 200 градусов. После удаления большей части воды они начнут нагреваться сами. А это печь для обжига? Да, печь для обжига. Ура, пекутся! Неужели здесь кирпичи обжигаются? А сколько там градусов? Там нагрев 1200 градусов. Надо же! Здесь самое жаркое место во всём процессе. С ума сойти! Когда кирпичи покидают печь, им дают денёк остыть. Затем идёт упаковка. Это процесс упаковки. Единственная часть процесса, когда их касаются руки, и это нужно для инспекции и сортировки кирпичей. Им приходится брать до 3000 штук за час. Спина заболит. Последний этап — отправка готовых кирпичей в магазин или на стройку. Вот где делают прочные стены из того, что было песком и глиной. Знаете, откуда у кирпичей берётся их цвет? Это связано с их минеральным составом. Глина для красных кирпичей содержит много железа. В серых кирпичах имеется марганец. Если речь заходит о цвете, можно выбирать из тысяч оттенков. Смотрите далее. Берём на прицел кирпичную стену. Хочется узнать, чем закончится встреча бруса с кирпичной стеной на скорости 50 метров в секунду. Какой был удар? Я уж постарался. Мы подвергнем нагрузке кирпичные балки и арки. Кто из них не выдержит первым? Начали! А также научный урок в лаборатории кирпича. Демонтаж. В Национальном центре исследований кирпичей в Южной Каролине о кирпичах знают больше всех в мире. Здесь испытывают всё. От химического грима для работников до их собственной силы. Давайте посмотрим. Значит, вы испытываете всевозможные кирпичи? Да, испытываем любые кирпичи, изготовленные в США. Зачем нужны кирпичи? Что их делает незаменимым при строительстве? Основное их свойство — стойкость. Они применяются уже тысячи лет. Это очень стойкий продукт. Но чтобы это определить, их приходится разрушать. Понятно. Тест на разрушение. Впечатляющая прочность. Сейчас мы приложим нагрузку и разрушим его. Определим усилия для разрушения кирпича при сжатии. Эта машина даёт сжимающее усилие до 200 тонн. Что же сделается с кирпичом? Чтобы пройти этот тест, кирпич должен выдержать при сжатии 25 тонн. 100? 100 тонн? 110? Вот это да! Около 100 тонн. В 4 раза выше стандарта. В 4 раза больше. Мы испытаем целую кладку кирпичей. Как они будут работать совместно? Нагрузка прилагается ко всей системе вместе с раствором. И кладка разваливается при нагрузке 23 тонны. Видите, кирпич отслоился по бокам. Первым рассыпается цемент. Потом начинает уступать кирпич. То есть цемент оказывается здесь слабейшим звеном. Так что очень важно использовать хороший раствор и хороший кирпич. Есть и другие показатели. Другой способ испытания кирпича. Бросим что-нибудь в готовую стену. Все готово, заряжено. Мы запустим в нее брус. 5 на 10. Что может, например, случиться во время торнадо? Желательно понять, сможет ли этот фасад не пропустить летящее орудие сквозь стены, или возникнет отверстие, откуда вода и ветер проникнут в здание. Что произойдет при ударе о виниловую, деревянную и кирпичную стену? Сначала будет виниловая. Винил разрушается. Теперь дерево. Раз, два, три. Огонь. Сейчас нанесем удар. Готовы? Огонь. Мы молодцы. Теперь кирпичная стена. Та же скорость. Целимся, капитан. Три, два, один. Пли. Отскочила? Куда попало? Это сюда ударило? Сюда. Есть минимальное повреждение кирпича. Видите? Вот здесь. Попробуем нанести ущерб, подняв скорость до 25 метров в секунду. Вот это хорошо. То есть разрушение при 20 метрах в секунду все-таки есть. Посмотрим, что она скажет, когда скорость будет 50 метров в секунду. А какова будет сила удара? Примерно 4,5 килограмма на квадратный сантиметр. 4,5 при 50 метрах в секунду. Это же с ума сойти можно. Это вылетит свизгом, словно из бочки. Ладно, начали. Три, два, один. Пли. Вот это удар. Такова сила торнадо. Огромная трещина проходит до самого низа. Господи. Да, это серьезно. И сам брус развалился. Скорость. О боже, чтобы такой брус так разлетелся. Чтобы все-таки пробиться сквозь стену, нужно дерево поплотнее. Три, два, один. Пли. Брус пролетел сквозь кирпичную облицовку. Невероятно. Брус 5 на 10 пробил кирпичную стену. 5 на 10. Кирпичная облицовка не всегда может выстоять против бруса на скорости 50 метров в секунду. Но если сравнить с другими вариантами, кирпич, несомненно, крепче всех. И хотя кирпич может простоять сотни лет, цемент растрескается гораздо раньше. И придется приглашать каменщика для частичной или полной переделки. И особенно для ремонта цементных швов. Каменщик удалит старый цемент, заменит другим подходящим по цвету с помощью специального мастерка или инструмента. Переделанная стена и выглядит лучше, и восстанавливается ее структурная целостность. Смотрите далее. Какая кирпичная структура выдерживает наибольшее усилие? Это будет 600 килограммов. Да, 600. Будет соревнование тяжеловесов. Балка против арки. 1200 килограммов. А сколько кирпичей вы можете положить сзади? Давай с этой грязью сюда. Мы хотим не отставать от профессионалов. Учимся правильно класть кирпичи. Ох, и длинный будет день. Демонтаж. Демонтаж. Одно дело выложить стену. А вот как быть с отверстием в ней? Арка — один из методов создания дверей или окон. А можно использовать прямую балку. Это будет конструкция столбы и перемычки. Что лучше? Мы выясним. Мы сделали перемычку из 50 кирпичей и упрочнителя или арматуры. Это получилось нечто вроде моста. Ну да, конечно. И далее полукруглая арка. Здесь арматура не нужна. Благодаря ее форме кирпичи работают только на сжатие. На арку ушло 28 кирпичей. Посмотрите на геометрию. Радиус 60 сантиметров и высота 60 сантиметров. И, наконец, более низкая сегментная арка. Она потребовала 23 кирпича. Арка вышла пониже, а радиус побольше. Но пролет между опорами тот же самый, а ее высота всего 30 сантиметров. Длина всех трех пролетов — метр двадцать. А как, на ваш взгляд, какой из них окажется самым прочным? Самый прочный? Посмотрите на перемычку из упрочненного кирпича. Материал на нее пошло втрое. Кирпича и стали. Не удивлюсь, если она выдержит большую нагрузку. Есть такой способ это проверить. Разрушить пролеты, нагрузив их бетонными блоками. 30 килограммов. Я угадал? Да-да, угадал. Сначала полукруглая арка. Нагружаем. 60. Давай 180. 240. 240. Хорошо. Ну вот, видите трещину? Далее под нагрузкой этот кусок повернется и скоро сдаст. И вывернется. Все обвалится, но, надеюсь, нас уже там не будет. Берегите ноги. Да. 540? 500. Это будет 500. Больше 500. 510. Пошла. Полукруглая арка наконец-то уступила, но потребовалось около 500 килограммов. Теперь мы нагружаем сегментную арку. Ваше мнение? Будет 600 килограммов. Ладно. 600 килограммов, а трещины нет. Уже некуда накладывать блоки. Придется нагружать по-другому. Смотрите. Смотрите. Есть. Отлично. Датчик нагрузки покажет, какая нагрузка ложится на арку. Мы пока на нуле. Продолжаем. 600. 1000. 1600 килограммов. 1600 килограммов. У-ху-ху-ху-ху! Низкая сегментная арка разрушилась при 1600 килограммах. Значительно больше, чем полукруглая арка. А теперь прямая упрочненная перемычка. Будет ли она самой прочной, как предсказывал инженер? Сейчас мы узнаем. Только надо будет ее нагрузить. Уже 550. Есть 600. Ну что там? Еще 650. Еще-еще. 1200 килограммов. Есть! 1200 килограммов. 1200 килограммов, чтобы разрушить упрочненную перемычку. Несколько меньше, чем для сегментной арки. Не буду утверждать, что это настоящая наука, но арка оказалась прочнее из-за действия в ней сжимающих усилий. Вот почему конструкции с перемычкой требуют упрочнения. Но все же прямые перемычки с упрочнением сегодня встречаются чаще. Их можно построить быстрее и дешевле. Какой стиль подойдет для вашего дома? Это вопрос времени, труда и предпочтений. Но, согласно результатам испытаний, торжествует старая школа. Пожалуй, кирпичные стены не всегда такие, как вы думаете. Они бывают из очень тонкого кирпича толщиной чуть больше сантиметра. Его выкладывают скорее как плитку, хотя по завершению работы так не скажешь. Его можно использовать и внутри, но чаще тонкий кирпич применяют для внешних стен и декора. Что нужно, чтобы класть кирпич как профессионал? Брось это туда! Надо класть ровно. Надо класть быстро. Убери эту грязь отсюда! Мы пообщаемся с людьми, которые строят из кирпича уже 30 лет. Не очень, но неплохо. Впечатляет. Демонтаж. Способы кирпичного строительства изменились с годами. До 50-х годов кирпич обеспечивал конструкцию дома. Стены были двойной толщины, чтобы выдерживать вес дома. Сейчас кирпич в основном используют в сайдинге и облицовке. Выкладывают всего в один слой, чтобы скрыть деревянную основу. Думаете, легко класть кирпич? Нет, поверьте. Профессионалы знают, как ломаются новички. Вы это так и оставите? Нет. Постепенно я понимаю, как это делать правильно. Первый шаг – научиться замешивать раствор. Для этого используем так называемый двухмешочный миксер. Сначала наливаем воду. Затем 18 лопат песка. Мужской размер. Что за мужской размер? Вы хотите? Ах, вот это. Лопата мужского размера. И два мешка строительного цемента. Вбить его туда? Прошу. Треснуло, как яйцо. Приятно. Еще 18 лопат песка. Еще. Хороший раствор, чуть мокрее арахисового масла. После этого подготовим стену. Чтобы влага не проникала, мы покрываем ее флешингом. Это напоминает мне гигантский стикер. Используем также бумажный изолятор. Потянуть немного ко мне? Сейчас. Теперь подготовим стенную плиту. Все, можно работать. Хорошая влажность. Первый шаг – нужно положить раствор. Потом кладем кирпич. Оказалось, для правильной работы нужно и правильно выражаться. Это не кирпичная грядка. Мы не кукурузу сажаем. Мы кладем кирпичи. Это не слой. Мы не пироги печем. Это называется проходы. Чтобы мои проходы были прямые и ровные, мы натягиваем веревку. Она дает ориентир. Не очень хорошо. Да. Но впечатляет. Довольно часто мы кладем дренажные трубки, чтобы влага выходила. Как часто кладут дренаж? Через полметра. Полметра? Через три кирпича кладем дренаж. Кирпичи на стыках мы промазываем. Я оттачиваю, если не мастерство, то язык. Как вы это делаете? Это вниз, а потом… Господи. Сегодня выдался длинный день. Но я не сдаюсь. Когда дело доходит до плитки, мы кладем ее и покрываем раствором. Это соединит кирпичи с деревянной основой за ними. Если не будет плиточной прокладки, что получится со стеной? Она может развалиться. Кирпич должен стоять и выглядеть хорошо. Для этого мы выглаживаем стену особым инструментом. Это должно дать хорошую внешность? Да, это для вида. А заодно это заполняет пустоты, которые возникают. Последний этап – это чистка. Всем этим можно овладеть, но только не за один день. Я по-новому стал уважать каменщиков. Это определенно своего рода искусство. Меня вы не возьмете на эту работу? Нет. Нет. Но спасибо за вопрос. Боже мой. Это как в самом смешном домашнем видео Америки, где один пытается ударить с помощью… Ладно. Этого вполне достаточно для правительства.